ВОЛГОГРАД Наталья Головченко 17 лет живет в этом доме с мужем и двумя детьми. Женщина говорит, что последние 6 лет жильцы дома судятся с администрацией района. Они требуют от муниципальной власти переселить их в безопасные квартиры. Но получить жилье маневренного фонда сумели только 8 семей проблемного дома. Остальные 57 семей живут в постоянном ожидании трагедии. Все держим документы в одном месте. Если не дай бог, какое обрушение дома, сразу схватить и выбежать вместе с детьми, если бы спеют. Мы живем в ужасном состоянии, аварийная ситуация, бешеная. И я не знаю, чем эти потом последствия, если что-нибудь с кем-то случится, и кто за это будет ответственным. Проблема переселения граждан заваренного жилищного фонда осложняется отсутствием в необходимом количестве муниципального жилищного фонда. По мере освобождения жилых помещений и осуществления ремонтных работ в освободившихся жилых помещениях, данные помещения предоставляются гражданам в качестве маневренного жилья до момента переселения в рамках муниципальной программы жилищ. За два прошедших года дом обвешал окончательно. Полы прогнили, стены покрылись трещинами, потолки осыпаются, кирпичи вываливаются из складки. Из-за постоянной сырости происходит возгорание проводки. Управляющая компания провела ремонт, были установлены опорные палки, в подвале провели новые трубы, но крепости дому это не прибавило. Слышно, как трещит дом? Очень даже и слышно, когда раздаются трески. Боитесь? О чем вы сразу думаете? Мы думаем о том, чтобы только не развалился дом. Каждый божий день об этом только спим и просыпаемся этой мыслью. Легендарное наше дерево, которое держит наш дом, значит, когда его хотели спилить, администрация района попросила не спили его. Дерево, так как оно действительно в какой-то мере способствует удержанию стены, которая, как мы видим, очень сильно обрушается. В мэрии Волгограда корреспонденту сообщили, что дом номер 20 на улице Желудева два года назад был включен в муниципальную целевую программу жилища. В 2015 году на средства фонда содействия реформированию ЖКХ будут построены два многоквартирных дома, и жильцы этого здания, как первоочередники, сразу же переедут в новые квартиры. Они включены в муниципальную программу жилища и будут расселяться в числе первых. Дом номер 20 – типичный представитель аварийного фонда города Волгограда. За последнее время этот фонд существенно увеличился, проблема обострилась. После 2012 года значительно увеличилось количество домов, признанных аварийными. В настоящее время более 170 домов признаны аварийными после 1 января 2012 года. Несмотря на то, что власти города изыскивают средства и возможности для переселения жильцов аварийного дома в безопасные места проживания, несмотря на то, что суды и прокуратура выносят решения в пользу жильцов, ситуация продолжает оставаться патовой. Люди продолжают жить в аварийном доме в самых экстремальных условиях. Трагедия может произойти в любую минуту.